Дорогие друзья, уважаемые коллеги, здравствуйте! Сегодня у нас последний в этом году выпуск программы Гастро Клуб, и я решила немножко отойти от наших традиционных тем. Мы сегодня не будем говорить о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, и поскольку мы входим практически вот уже через несколько недель в Новый год, хочется поговорить о чем-то новом, о чем-то прогрессивном и донести до своих зрителей, может быть, какую-то информацию, которая им не совсем, может быть, близка, которую они давно позабыли, но которая на сегодняшний день является очень, как мне кажется, актуальной для современного врача. Поэтому сегодня мы поговорим о генетике, и в гостях у меня доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. Мне кажется, сегодня первый раз в гостях такой высоко титулованный гость. Генетик, молекулярный биолог Прохарчук Егор Борисович. Еще самое главное, что я забыла сказать, Егор Борисович декан медико-биологического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета. Самое главное, потому что я сегодня большую часть нашей передачи хотела посвятить вопросам образования врачей. Егор Борисович, здравствуйте, большое спасибо. Добрейший вечер. Здравствуйте. Спасибо. Я знаю, что вы очень занятой человек, и нам очень приятно, что мы такого высококвалифицированного врача, генетика, биолога, можем сегодня какие-то очень интересные вопросы и сложные, может быть, для практикующего врача выяснить. Читая о вас, я несколько интересных фактов для себя открыла. Первое, это то, что вы в 2010 году впервые в России занимались секвенированием генома русского человека. Сейчас я вам задам вопрос, чем-то отличается геном русского человека, что интересного удалось выяснить. Дальше, что основной спектр ваших научных интересов, может быть, я ошибаюсь, вы меня сейчас поправите, посвящено геному рака почки, да, и вот читая ваше интервью, что меня очень так привлекло, вот такая фраза, нам нужны медики, которые понимают и в фундаментальной науке, и в медицине. Вот это, наверное, может быть, такие какие-то ключевые темы, о которых мы сегодня должны поговорить. Генетика и наука. Вот, давайте начнем с этого. Может быть, вы хотите какие-то вступительные слова сказать, прежде чем я вас... Нет, но у вас есть вопрос, наверное. У меня очень много вопросов. Да, прошу, давайте я... Вы спросите, я начну отвечать. Давайте. Вот, это первый мой вопрос. Для того, чтобы, может быть, наша аудитория как-то поняла, о чем мы сегодня будем говорить, это одна из ваших статей, называется она «Характеристика генома русского мужчины на основе анализа однонуклеотидных полиморфизмов». Вот расскажите, что там удалось найти в геноме русского человека, что это вообще? Ну, вы знаете, действительно, эта работа уже там 12-13 лет по времени, и когда происходят важнейшие такие технологические революции, а вот такая технологическая революция произошла в конце 2000-х нулевых годов, да, то наша страна должна была так или иначе иметь ответ на этот вызов. Это вы имеете в виду, когда научились расшифровывать геном, секвенировать, да? Вот это об этом речь? Ну, секвенировать-то умели и раньше, и, собственно говоря, за это дали там две Нобелевские премии, как минимум, да, и вообще эта гонка по секвенированию началась с работ там американского ученого Холли и русского ученого Баева там в 60-х годах, и потом все больше и больше, потому что геном большой, там геном человека 3 миллиарда букв, это немало. Первые премии давали за даже 30-40, букв, понимаете, в тексте чтения. А сколько генов вообще в геноме человека? Ну, букв, я вам сказал, вот таких генетических букв 3 миллиарда, а генов, ну, будем считать, с учетом там сплайс-вариантов, 40 тысяч транскриптов разных, 40-45 тысяч транскриптов. Соответственно, вот умение читать много и быстро пришло к нам в конце нулевых годов. До этого мы, безусловно, тоже умели читать, и без этого бы вообще вся наука о ДНК не могла бы быть построена, но много и быстро мы научились читать в конце нулевых годов, и для нашей страны было важно понимать язык, на котором говорят люди в этой области. И это был вообще седьмой геном в мире. Понятно, что в науке, если ты не первый, то это уже мало кому интересно, поэтому она там не была супер опубликована в каком-нибудь супер журнале первого эшелона за границей, но тем не менее для нашей страны это было важно с точки зрения технологии, технологических возможностей, что мы... То есть для каждой страны, извините, что я перебиваю, это какое-то дело чести, что ли, было расшифровать вот свой собственный... Нет, нет, я еще раз хочу сказать, что мы могли секвенировать и геном мыши в данной работе, это абсолютно неважно. Неважно, что этот мужчина был этнически русский. Главное, что сработала вся цепочка технологий, которая заключалась как в мокрой работе, в лабораторной работе, выделение ДНК, приготовление библиотек, непосредственно умение секвенировать, на тот момент это было такое некоторое искусство, умение работать с этими машинами сложными. Ну, то есть так мы доказали, что наша российская генетика, она тоже на каком-то определенном уровне, да? Ну, да, мы включились в эту технологическую... Ну, не то чтобы гонка, потому что мы не особо за кем-то бежим, я бы сказал так, не особо за кем-то бежим, но, по крайней мере, тот язык, на котором говорит весь мир в этой области, он нам понятен, и мы можем использовать его и в медицине в том числе. Вот, я бы сказал, что это в основном было технологически важное для нас событие, что вот эта вся технологическая цепочка проработана, от мокрой работы до биоинформатики, математики, и мы можем выдавать какие-то данные. А вот каким моделям это прикладывать? Ну, в данном случае это было к характеристике русского генома, он не особо чем отличается. Не отличается. Ну, естественно, мы не отличаемся. То есть, безусловно, конкретно этот человек имел определенные отличия, у него были определенные особенности, которые характерны были для него, но это не то, что вдруг в геноме русского мы там прочитали, у него там геналкоголика, как это обычно о нас думают, или что-нибудь еще. Ничего, конечно, это полная чушь, и этносы отличаются только лишь частотами этих полиморфизмов, абсолютно отдельный разговор, но для меня и для этой команды, которая это делала, было важно поставить это в России. Собственно, с этой работы все по так называемому НГС-секвенированию, секвенированию нового поколения в России началось. И все эти большие работы, которые сейчас публикуются, в общем-то, это была первая работа в России. Игорь Борисович, ну вот поскольку у нас все-таки передача для врачей, давайте мы немножко вернемся к врачам и к медикам. Понятно, ну вот я уже сейчас для себя поняла, что фундаментальная биология, генетика у нас достаточно на высоком уровне развиты. Но, как мне кажется, вот врачи и медицинское образование, оно немножечко в стороне стоит от вот такой фундаментальной науки и генетики. А тем не менее, вот мы все ближе и ближе сейчас находимся в онкологии, да, что очень много сейчас вот этой генетики в онкологию внедряется. Даже вот я, врач-гастроэнтеролог, пока мы находимся на примитивном уровне. То есть я принять решение о том, нужно человеку делать колоноскопию или нет, я задаю вопрос. А болели ли вы у вас бабушка, дедушка, мама, папа раком, да? А ведь мы могли бы, наверное, более тонко и прицельно уже сейчас, это не очень дорого, использовать генетическую информацию, чтобы принимать решения, именно практические решения, используя данные генома человека. Поэтому вопрос такой. Вот опять-таки попрошу вывести вашу цитату о российском медицинском образовании. Где вы, вот будучи, наверное, уже деканом, да, у меня есть цель, связанная с руководством деканата медико-биологического факультета. И вы говорите, что мы задумали большие изменения в подготовке именно медицинских кадров. Они должны будут обладать всем набором современных знаний о методах исследований, физики, биологии, генетики, протеомики, чтобы правильно диагностировать и лечить пациентов. Мы задумали большую перестройку в образовании. И вот я сейчас хочу еще показать вот этот вот слайд с сайта РНИМУ, где вот описание как раз этой новой специальности. У вас на медико-биологическом факультете, который раньше был, только там была физика, я так понимаю, медицинская, биохимия, да, сейчас появилась специальность лечебное дело, то есть, закончив медико-биологический факультет, человек становится врачом, но с углубленным изучением вот медицинской генетики, молекулярной онкологии, молекулярной биологии, иммунологии, регенеративной медицины, то есть, звучит вообще как что-то фантастическое и невероятное. Расскажите нам об этом. Да, Валерий, вы знаете, это такой мир розовых пони, в котором мы живем, но в котором живет деканат и мечтает о чем, но реальность, конечно, жестче, и скрестить мышление врача основным постулатом, которому является «не навреди», и мышление ученого, который все время хочет что-то попробовать и поэкспериментировать, поменять условия, а что вот если так будет, а что если так будет, это непростое дело. Значит, действительно, в зарождении вот такой программы специалитета лежит идея о том, что мы попробуем сделать таких докторов хаосов. Вот такой доктор хаос, который вроде как и врач, но при этом достаточно разбирается во всех современных методах диагностики и знает о генах, и знает о титрах антител, и чем отличается Т-клеточный рецептор от какого-нибудь антитела и прочее-прочее. Значит, это требует, как только вы говорите о таких сложных вещах, соответственно, базовая подготовка в области математики, физики, статистики, потому что, в общем-то, современная наука, она, конечно, не черно-белая. Это такая генерация гипотез, а потом вы оцениваете наиболее вероятную гипотезу. И поэтому все эти дисциплины, о которых вы говорите, да, они... Но так как учебный процесс, он не резиновый, и туда нужно вставить и их базовые клинические навыки, да, клинические дисциплины, и вот эти фундаментальные навыки, это непростое дело. А специалисты-то есть такие, которые будут обучать студентов? Ну, вот, вы знаете, я бы так сказал, что, безусловно, в России есть люди, которые в моем представлении, в моем представлении, являются такими проекциями доктора Хауса на нашу действительность. Такие люди есть, и мы их, собственно, пытаемся привлекать к... А вот я как раз хотела показать тоже, я знаю, что у вас для студентов проходит каждую среду или раз в месяц? Нет, у нас проходит приблизительно 4 лекции в семестр, потому что с такими людьми договориться очень сложно, существенно сложнее, чем со мной на это интервью. Но в целом, да, у нас есть научная среда, это как бы мы погружаем в среду. В среду. Да, значит, это такая тавтология, игра слов, но научная среда, где разные, в основном ученые, в основном ученые, но есть и ученые-биологи. Это вот завтра будет как раз научная среда про геномное редактирование. Да, кстати, вот Константин Викторович, он руководитель очень большого геномного центра, который сейчас строит госкорпорация Роснефть. Да, вот у них есть такое поручение от нашего президента, и они строят этот большой центр по секвенированию. И я надеюсь, что он будет наполнен задачами, в том числе и от ваших слушателей. То есть у нас сейчас в России построится этот центр, и будет огромный, классный, высокосовременный такой центр, место для работы будущих специалистов тоже, да? В целом и сейчас можно реализовывать все свои желания в области генетики и в области такого крупномасштабного секвенирования. Все же мне видится это постоянно не как каких-то спорадических точек или отдельных групп, а как некая выстроенная индустрия. Действительно индустрия, в которой работают, может быть, даже не столько ученые, сколько лаборанты и математики, для которых это работа. А задачи им ставить могут ученые и врачи. А вот это все лишь техника. Это техника получения данных. Но вот вы ведь не задумываетесь, когда вы читаете текст. Вы научились читать в свое время, в детстве, и теперь читаете книги. А дальше ваш мозг осмысляет, а что же там написано, трогает ваши чувства, рождает какие-то воспоминания и прочее. Это важно. Вот, собственно говоря, наука начинается там, где есть осмысление. А вот эту технику, да, мы ее должны решить. Проблема только в том, что, ну, например, вот если санкции, то давление, в котором живет сейчас наша страна, пойдет дальше, то у нас нет, например, своих приборов для расшифровки ДНК. И это является технологической проблемой. То есть в какой-то момент мы просто можем не уметь читать. Хорошо, что есть китайские приборы, но зависимость, что западная, что восточная, она опасна. То есть если говорить о технологической независимости, то ее пока в этом отношении нет. На мой взгляд, это критическая зависимость. Потому что если вы оказываетесь, ну, хорошо, там какие-то тонкие вещи про геном человека, а, например, если вы должны прочитать геном коронавируса быстро, а у вас просто нет таких машин. Поэтому это вопрос, скорее даже, уже не к врачам и ученым, а к политикам. Но да, такие центры должны создаваться в Китае, и в Америке такие центры есть. То есть там вопрос о секвенировании вообще не стоит технологический. И он также должен быть решен в России. А мы с вами должны думать, а что же там секвенировать, и как это интерпретировать в контексте пациента или какой-то биологической... Я как раз вот тоже такой вопрос хотела вам задать. То есть вроде бы мы получили, научились вот это все расшифровывать, каждую буковку генома, да, но мы получаем огромный объем информации, которым мы не всегда понимаем, что он значит. Вот я дальше, если позволите, покажу собственный результат генетического тестирования. Там у меня отчет на 300 страниц, и я читаю этот отчет, понимаю, что вряд ли это все соответствует истине. То есть мы, да, вот эти буковки аденин, гуанин, тимин, там, цитозин, мы их прочли, а что они означают, мы по сей день не до конца понимаем. И вот этот вопрос тоже, это называется биотехнологи, да, биоинженерия, биоинформатика. Это все, вот где этому, это тоже обучают у вас, или это вот биология в МГУ, где эти специалисты? И, простите, да, медики, врачи, они должны обладать какими-то вот такими все-таки генетическими знаниями? Вот современный врач основами генетики, там, может быть, биоинформатики? Такой у вас очень многослойный вопрос. Значит, первое, относительно прочтения ваших данных. Значит, ну, я уверен, ну, по крайней мере, со мной это точно происходило, что я вот читаю книжку, и я все буквы понимаю, а смысла я не улавливаю. Ну, может быть, там, я недостаточно глубоко погрузился, может, мне не хватает образования, но со мной это так бывает с некоторыми даже художественными книжками. Соответственно, мы сейчас находимся в той стадии, когда мы действительно можем все читать, но не до конца все понимаем, далеко не все понимаем, да, потому что если бы мы понимали все, что написано, мы бы смогли воспроизвести эту жизнь, управлять, а пока мы очень-очень далеко от этого находимся. Но какие-то первые шаги в понимании этих текстов, безусловно, мы сделали. Значит, отвечая на ваш вопрос, что 300 страниц текста, а в конце данной рекомендации, наверное, что, ну, хорошо бы вам гулять, делать зарядку, пить грейпфрутовый сок и правильно питаться, ну, чаще всего никаких других рекомендаций не будет. Связано это с тем, что мы по большинству заболеваний не можем вывести вот такую золотую формулу предсказаний, поскольку, во-первых, в геноме есть масса позиций вот этих букв, которые... Ничего не значат, наверное. Нет, нет, которые как раз что-то значат, но каждый из них значит совсем чуть-чуть. И вот как понять всю совокупность, что вот это чуть-чуть, это чуть-чуть, а как они в совокупности работают, это сложно. И плюс не всегда одна генетика, значит, но может также работать экология, ваше питание, те стрессы, которые вы испытываете, то есть факторы внешней среды. И возникновение таких сложных заболеваний, как инсульт, там, рак чаще всего, есть результат, ну, нейродегенеративные заболевания. Мы их называем многофакторные заболевания, в возникновении которых играет роль и генетика, и фактор внешней среды. И поэтому, сейчас я договорю, что усреднить, если генетику действительно вы еще можете как-то подумать об этих трехмиллиардных буквах, и собрать базы данных, больных, здоровых, то усреднить факторы внешней среды очень сложно, поскольку мы не знаем всю вашу историю жизни. А это может быть ключевым, потому что генетика, ну, вот чаще всего я боюсь называть общую сырфу, скажу очень грубо, приблизительно вносит вклад 40%. Генетика все. Да, ну, вот по многофакторам заболеваний. Там в каждой болезни это индивидуальная цифра, но очень грубо это 40% вносит генетика. А, например, курение, например, для рака может вносить до 50%. То есть курение является более мощным фактором риска для рака, чем генетика. Такое запросто может быть. Поэтому, чтобы стандартизировать эти внешние условия жизни человека, потребуется собирать очень много у вас информации. Вы вот Google, наверное, пользуетесь, или там, да? Соответственно, Google о вас так или иначе собирает информацию, вплоть до того, как вы путешествуете, сколько вы ходите, если у вас есть шагомер, и прочее, прочее. Есть там, простите меня, даже умные унитазы, которые могут собирать биологические жидкости, делать из них микробиомы, собирать ваши иммунные... Дальше можно анализировать ваш иммунный статус, антитела, какие присутствуют, разнообразие антител. Это очень сложный многопараметрический анализ для миллиардов людей. И, соответственно, это, безусловно, такая стоит математическая задача. Вот из этого гигантского облака цифр, в которых генетика, конечно, занимает какую-то роль, но и то, как вы живете, и другие объективные характеристики, которые могут сниматься с ваших, не знаю, с носимых устройств, да? Или вы померили давление у себя, там, тут же это куда-то загрузилось, или сахар померили, или там... Вот ваша история болезней, какие лекарства были более эффективны. Есть куча стартапов, которые пытаются проанализировать весь этот объем информации и выдать некие характеристики. Но говорить о том, что вот мы сейчас сделаем генетический паспорт, и вы все о себе узнаете, ну, чаще всего это, ну, некий маркетинговый ход, который, ну, люди работают на рынке, им нужно как-то зарабатывать деньги. И хотя у меня тоже есть такой паспорт, я, ну, там написано... И все неправда. Да не то, что неправда, но, допустим, там, скажем, ваш риск бронхиальной астмы на 43% выше, чем в среднем по популяции. И я, как ученый, и даже как миник, задаю себе вопрос, а что для меня это значит, что на 40... А вот если бы на 42%, это было бы хуже или лучше? То есть что это значит для конкретного пациента? И более того, он придет с этим к врачу из вашей компании, и врач будет поставлен в очень неловкое положение. Как это интерпретировать с точки зрения врачебных рекомендаций для этого человека? Поэтому, ну, на сегодняшний момент, безусловно, есть исключения. Мы о них можем говорить, там, о моногенных заболеваниях или еще где-то. Игорь Борисович, давайте, потому что вам-то это все понятно, а нашим зрителям, может быть, это не до конца понятно. Поэтому я подготовила такой небольшой вход все-таки в генетику, чтобы мы вспомнили, что такое вообще ген и геном. Вот ген — это последовательность нуклеотидов в ДНК, которая кодирует последовательность аминокислот в белке. То есть один ген — это маленький участок, правильно я говорю? Ну, а вы сейчас расскажите основную догму молекулярной биологии, которая заключается в том, что действительно наша ДНК состоит из... Это такой полимер. И, ну, люди для удобства назвали вот эти химические соединения, такие сложные, которые собираются на сахарах, на сахарно-фосфатном острове, собираются вот такие вот химические соединения. Они их назвали четырьмя буквами. Вот название аденин, тимин, цитозин и гуанин. Вот это АГЦТ у вас получается. Но на самом деле это химические основания. Вот такой длинный полимер, из него состоят хромосомы. И у нас 23 пары хромосом. Каждый хромосом, условно говоря, по 100 миллионов нуклеотидов таких. То есть это 100 миллионов таких полимеров вот выстраиваются в цепочку. И дальше внутри этой цепочки, да, определенная логика есть, что из ДНК, который является носителем генетической информации, вы можете делать сначала РНК. Это такой промежуточный, промежуточная молекула. Это РНК хитрым образом, ну, по крайней мере, у человека, организуется и является матрицей для того, чтобы синтезировать белок. А, собственно, белок это то, из чего мы все, ну, как бы, состоим. Ну, вот я к чему это веду? Что такое ген вообще? Что ген это вот такой участок вот этой длинной молекулы ДНК, Да, ну, единица информации. Которая кодирует один белок. Это я к тому сейчас веду, к моногенным и многофакторным заболеваниям. Что у нас есть моногенные заболевания, когда вот повреждение в одном, только в одном гене сразу приводит к развитию какого-то конкретного заболевания. И тогда, если мы расшифровали, что вот у нас этот ген поврежден, мы уже можем со стопроцентной вероятностью, если я сейчас не ошибаюсь, да, сказать человеку, что вот, да, вы там заболеете. Есть заболевания, которые, если ребенок родился, если ребенок родился, ну, давайте так, вот у нас с вами, давайте не про детей, если у нас с вами взять, иметь такой геном, то с точки зрения прогностического влияния на наше здоровье можно найти не так много случаев из всего гигантского объема информации, которая за последние, там, 50 лет вся генетика родила, которая бы... Да, я перебиваю, 7 тысяч, по-моему, моногенных заболеваний всего лишь неизвестных. Ну, полторы тысячи, на самом деле, да, будем точнее. Полторы тысячи заболеваний с полторы тысячами генами. Не хочу сейчас в детали, тем более для наших следов, что здесь полторы тысячи, семь тысяч, по порядку величины тысячи. Понятно. Вот, из того, что важно для нас с вами в обозримом будущем. То есть, очевидно, что мы с вами, скорее всего, не болеем моногенными заболеваниями. Потому что, если бы мы болели, они бы уже к нашему возрасту, ну, к моему, по крайней мере, они бы уже проявились, да. Значит, мы можем быть носителями этих заболеваний, это отдельная история, но сами не болеем. И следующая история, это так называемые, ну, вот, многофакторные заболевания с высокой пенетрантностью. Это когда с высокой вероятностью у вас может начаться болезнь из-за мутации, да. Ну, например, мутации в генах BRCA1, BRCA2, которые приводят к раку молочной железы и яичников. И люди, которые несут, ну, допустим, мутации этих двух генов, свернутся, там, 90% к 60 годам заболеют раком. Но... Это же уже полезная информация. Знаете, вот, когда вы сказали, что вы, когда к вам приходят пациенты, вы спрашиваете его про рак бабушки, мамы и в семье, если ваш пациент внимательен к своей семье, к своей семейной истории, пересматривает семейные альбомы, что очень полезно, то он вам это скажет. И это будет первым фактором вместо того, чтобы он делал генетический тест. То есть по прогностической значимости я бы сказал, что, ну, это сравнимые вещи, да. То есть если в семье это наблюдается, это точно проявится так или иначе, если вы внимательны к своей семье. Это раз. И более того, все же количество таких раков, то есть наследственных раков, если мы говорим о раках, это порядка 5-7% от общего случая. То есть если даже у человека нет мутации BRC1, BRC2, это не значит, что он не заболеет. То есть количество наследственных раков, оно небольшое. Это очень полезная информация. И здесь генетика может помочь. И таких случаев, они есть, например, для нейрогенеративных заболеваний. Это презенилины. Есть случаи для рака кишечника, определенные гены. Вот. Самый такой яркий случай это болезнь хантинтона, когда, ну, когда вот определенные изменения определенной генетической структуры будет предсказывать появление этой болезни. Это очень тяжелая нейрогенеративная болезнь. И основное, что от нее нет никакого лекарства. Вы никак не сможете ее предотвратить. И если говорить серьезно, то если бы было так, как вы, как представляют вот эти компании, то тогда это надо было включать в страховую медицину. То есть вы делаете такой тест, и сразу рассчитывается ваша страховая премия. Значит, на сегодняшний момент есть некие моратории на использование генетики в страховых случаях, за исключением, по-моему, двух случаев. Это как раз БРС и болезнь хантинтона. Но вот про болезнь хантинтона есть проблема в том, что если человек, допустим, в 20 лет вдруг узнает, что у него неотвратима будет она, то у вас нет никакого медицинского протокола психологического, какого поддерживать этого человека. Все лучше об этом и не знать. Ну, это такая тяжелая история. Есть несколько примеров. У нас нет времени об этом говорить. А с БРС и БРС и 2, ну, да, как только вы, ваша медицина говорит, что мы можем делать эту генетику, генетика обычно, в силу того, что это наука, она чуть-чуть идет впереди медицины, то дальше вы должны понимать, что мне делать с этим пациентом. Что делать с этой информацией. Нет, нет, даже не. Вот я дал эту информацию, и пациентка пришла дальше не ко мне, как, ну, я не врач генетик, я, допустим, в своей семье ездил, а она пришла к врачу. И дальше врач должен понимать, как мне поддерживать его, что мне нужно там пластиковую груди делать, или что мне с этой женщиной делать. И если сейчас говорим, что БРС-1, БРС-2 войдет в ОМС, то тогда и вся последующая цепочка действий врачебных, вплоть до реконструкции груди, тогда тоже должна входить в ОМС. То есть это вы открываете ящик Пандоры, и вроде как генетический тест может не очень быть дорогим, а все последующее за ним может быть достаточно дорого, и человек должен быть предупрежден, что генетический тест не есть некая панацея, от всего этого, что ему откроется какое-то новое знание. А наоборот, оно может его подтолкнуть достаточно серьезным медицинским процедурам, дорогостоящим, на которые государство платить не будет. Это касается не только вот случая с БРС-1, БРС-2, но и лечения раковых заболеваний, когда действительно генетика помогает вам уже находить мутации не в вашем геноме, а в геноме раковых клеток. И в зависимости от того, какие эти мутации вы можете корректировать или даже прогнозировать курс лечения, какие лекарства... Это, наверное, более полезная информация. Нет, это суперинформация, это суперполезная, и эта область активнейшим образом развивается, потому что это прямой выход, ну, не на какое-то будущее... На таргетную терапию. Да, на таргетную терапию, на какие-то клеточные продукты даже, которые могут быть для этого использованы. Вот, поэтому... Но сказав А, вы должны говорить и Б. Да, это важный момент. Вот у меня как раз был следующий вопрос про это, но вы уже на него ответили. То есть вот у нас есть, еще раз, для наших зрителей моногенные заболевания, когда один ген, если мы определяем, что что-то с ним не так, то мы уже практически со стопроцентной вероятностью можем говорить о том, что вот он несет в себе дефектный белок и значит вероятность заболевания, а есть мультифакторные заболевания, когда очень много различных генов мы должны учитывать. И внешнюю среду. И внешнюю среду, плюс еще эти гены неоднозначно что-то нам провоцируют, да, а только мы можем рассчитать какой-то определенный риск развития того или иного заболевания. Который может не реализоваться. Который может не реализоваться в зависимости от того, какой вы образ жизни ведете. Да, ну вот у меня был вопрос, мы сейчас видим большое количество коммерческих предложений, компаний, которые предлагают нам сделать вот этот самый генетический паспорт, расшифровать геном, определить происхождение человека, точно определить мутации, отвечающие за моногенные заболевания, определить предрасположенности и рассчитать риски к многофакторным заболеваниям, определить риски для потомства, да, то есть если я, например, являюсь, а у меня, я сейчас покажу это, выявили там одну моногенную мутацию в гене там чего-то какой-то глухоты врожденной, я являюсь носителем, и то есть в будущем, если я буду там как-то подходить осознанно к рождению детей, я должна, по идее, наверное, протестировать, как это называется, партнера, да? Это называется преконцепционный скрининг. Да, да, то есть и определить, в общем, риски для потомства. Вот все-таки насколько это сейчас, ну вы уже ответили, да, что это не совсем оправданно. что все вопросы, о которых вы задали, вот происхождение, носительство моногенных заболеваний, предрасположенность к многофакторным, это все разные вопросы. Значит, я действительно, ну, несколько скептически отношусь к различного рода коммерческим компаниям, которые высказывают вот таким по многофакторам заболеваниям, потому что непонятно, как это интерпретировать, и качество этих предсказаний, этих математических моделей, на мой взгляд, достаточно слабое, низкое. Что касается преконцепционного скрининга, о чем вы сказали, на мой взгляд, это важнейший вопрос, и мы в Арнему Пирогова делаем сейчас большую программу, мы хотим протестировать всех наших студентов, там в течение пяти лет, чтобы было около 15-20 тысяч студентов, которые являются медиками, которые знают о носителе своих моногенных заболеваний. И здесь я хочу сказать еще раз, что вы являетесь носителем, но сами не болеете. Но если ваш супруг партнер... Партнер, да, я сейчас боюсь подобрать слова, значит, ну, тот человек, с которым вы будете иметь общих детей, тоже будет носителем в этом гене, не обязательно этой же мутации. Это может быть другая мутация, но в этом же гене, которая приводит... Ведь к чему ведет мутация? Что белок становится достаточно активным для выполнения своей функции. Так вот, и еще так повезет, что он свою мутированную хромосому и вы свою мутированную хромосому отдадите вашему ребенку, это приблизительно... Ну, не приблизительно, а точно 25%. То тогда этот ребенок будет с болезнью. То есть, ну, вот, к примеру, муковисцидоз. Да, вот каждый 50-й человек у нас является носителем. Казалось бы, каждый 50-й. Соответственно, что они встретятся, это 50 в квадрате, один из 2,5 тысяч браков будет тот, который оба человека носители. И они рождают ребенка больного с вероятностью 25%, еще умножаем на 4, получаем один из 10 тысяч родов ребенок с муковисцидозом. Ровно такая статистика. Я бы даже читала, что один из 100 детей, порождаются с каким-то моногенным заболеванием. Ну, да, это проблема есть. Но дальше вы должны, если вы делаете, и это одна из целей нашего исследования, если вы знаете это носительство, вот вы в мир выпустите сейчас 20 тысяч студентов-медиков, которые будут знать свое носительство. Наверное, если они достаточно хорошо учились, и хорошие врачи, они, наверное, попросят свои половинки перед тем, как иметь детей, сделать такой тест. То есть, у вас будет 20 тысяч браков, в которых вы будете это знать. А дальше вы также должны сказать людям, а что с этим делать? Что с этим делать? Вот вы оказались в условиях, ну, допустим, глухоты. Да, это очень неприятная болезнь, но она не смертельная, даже если такой ребеночек родится. А есть ли это, например, существенно более сложные случаи, там, спинально-мышечная атрофия, где это чревато гибелью ребенка в возрасте 3-5 лет, когда только вы начинаете с ним общаться, вы получаете с ним обратную связь, и он гибнет у вас на руках. Это как бы жуткая трагедия. И мы знаем, что сейчас фонд «Круг добра» за это платит 150 миллионов рублей за генную терапию. Она есть генная терапия от этой болезни. И 150 миллионов – это, в общем-то, немаленькие деньги. Естественно, возникнет вопрос, 150 миллионов спасти одну жизнь невинную, или, например, пустить, построить поликлинику в районном центре. Это тоже вопросы, которые, ну, так или иначе, мы должны задавать. Это не значит, что мы не должны спасать этих детишек или не строить поликлиники, но эти вопросы должны существовать. Вы даете альтернативу, что эти родители знают о носительстве своем, и у них есть несколько вариантов. Они первые говорят, что мы разбегаемся, мы не имеем детей. Потом мы решаем, ну, как Бог даст. Дальше. Мы прибиваем к ЭКО и ВРТ. Мы отбираем те эмбрионы, которые не несут мутацию. Ну, то есть на этапе эмбриона проводят генетическое тестирование. Да, это сейчас активно. Но не все люди, не все культурные традиции, религиозные традиции поддерживают так, потому что это будет связано с убийством, ну, делеца и резекции тех и других эмбрионов, да. В зависимости от культуры вашей среды, в которой вы пребываете, это допустимо или недопустимо. Либо же, в конце концов, рождается ребенок, и делается инвазия, и на стадии уже беременности определяется, несет он или несет, и дальше, в зависимости от результата, семья принимает решение, допустим, аборт или не аборт. А дальше я скажу, а это какие медицинские показания по глухоте, например, к аборту? Он, что, ну, как бы, есть ли шкала, что вот спинальная мышечная атрофия, это опасно, а вот глухота, это не опасно. В общем, это очень много этических вопросов. Я могу сказать, что здесь такое количество этических вопросов, которые генетика открывает, и для того, чтобы на них отвечать, мне важно, чтобы общество, и в том числе и врачи, просто разбирались в том, в предмете дела. И ваша передача, я надеюсь, сегодня, она послужила как раз таким толчком, чтобы те люди, которые непосредственно работают с пациентами, поняли сложность проблемы, что генетика — это никакая не панацея, а по большому счету мы работаем в тесной связке с врачами, которым мы передаем судьбу пациентам. То есть мы что-то можем там предсказывать, но дальше-то все равно нужно с этим пациентом работать врачу, даже если он подвергается генной терапии и лекарство, которое там придумывается, оно геноинженерное. Все равно врач потом смотрит на этого человека и на его судьбу, как его поддерживать, не поддерживать. Куча этических решений. Поэтому я призываю хотя бы некий базовый уровень знаний в этой области иметь, потому что, похоже, это некая наука 21 века. Да, скоро нам все равно с этим придется всем работать. Мы видим, что есть некое запаздывание, условно говоря, полупроводники и лазеры только сейчас, будучи изобретенными в 40-е и 50-е годы, а сегодня они вошли так в нашу жизнь. Биотехнологии, безусловно, еще не так плотно вошли в нашу жизнь. Эти попытки разных компаний нам что-то предложить — это жалкие попытки, а, возможно, совершенно необычное применение этих биотехнологических возможностей в нашу жизнь, которые мы даже еще не обсуждали. Это отдельная тема. Но все-таки, поговорив с вами сейчас и послушав, я для себя сделала вывод, что о своих моногенных, по крайней мере, носительствах человеку надо знать. Ну, мне уже бесполезно. У меня трое детей. Но, например, все мои трое детей, им 24, 18 и 9. Я знаю их носительство. Другое дело, ну, вот девочке 24, она к ней приведет мне мальчика. Я должен знать... Вы его протестируете? Ну, нет, если он захочет. Это их личный выбор. Я вообще-то ни на чем настаиваю. Но я, наверное, бы это сделал, потому что мы работаем с центром имени Вильтищева, и там есть в лифте. Вот едешь, насмотришься, и точно захочешь, наверное, подумать об этом. Другое дело, а какие выходы из этого, которые, ну, допустим, не связаны с абортом или с убийством, условно говоря, или им не хочется разбегаться. Как вообще это решать? Это сложный вопрос. Но, наверное, да, я бы предложил тестироваться. В общем, пока я для себя делаю вывод, что в какой-то вот практической ежедневной работе нам, там, гастроэнтерологам, терапевтам, пока еще далеко до того, что вот нам приносят этот паспорт, я смотрю, говорю, колоноскопии вам не надо, у вас нет риска развития колоректального рака, курить можете, у вас нет риска развития там рака легкого, а вот алкоголь вам нельзя пить, потому что у вас там плохой метаболизм алкоголя. Пока такого рода предсказания достаточно слабые. Я вот хотела, да, ну просто для интереса, для примера показать такие некоторые свои вырезки из своего генетического паспорта. Вот у меня, видите, высокий риск. Тоже смотришь на это и неприятно. Вот ожирение у меня на 15% выше, чем в популяции. Псориаз, аневризма брюшного отдела аорты, тромбоз глубоких вен. В общем, такие, ну тоже вот системная красная волчанка, высокий риск написано. И там их достаточно много, этих заболеваний. Но это многофакторные заболевания. Простите меня, тромбоз глубоких вен 41 тысячная процент. Валерия, ну это вообще о чем поговорить? Ну ожирение плюс 15%. Ну да, я бы предложил зрителям посмотреть. Ну то есть вы поймите, что я, если бы у нас было время, я бы показал, какие механизмы скрыты за этими расчетами, какая математика скрыта за этими расчетами. Ну то есть, в общем, этому верить сильно не надо, и на это руководство в практической работе пока мы не можем. Вот это не значит, что эти цифры неправильны. Эти цифры говорят о том, что если бы было тысячи валерий, вот представьте, тысячи идентичных вам женщин, и было бы тысячи средних женщин, то вот в этой группе популяций, состоящих с тысячи валерий, если в той группе тысячи пять человек заболели бы, то в группе из валерий шесть человек заболело бы. Вот я хочу узнать, как это практически применить к конкретному человеку. То есть это неплохо, например, в эпидемиологии, когда вы смотрите какую-то группу людей, регион, например, вы прогнозируете устройство здравоохранения, вы протестировали целый регион, и видите, что, например, там риск сердечно-сосудистых заболеваний в процентах выше с точки статистики. Ага, вы думаете, тогда, наверное, туда мне нужно больше врачей направить вот такого профиля, или там больше внимания в клиниках уделить наличию отделения сердечно-сосудистой хирургии. Вот это имеет смысл, когда вы говорите о больших каких-то территориях, а конкретному человеку для вас, вот это имеет очень слабую проекцию на вашу жизнь. Вот вы, получив такой паспорт, ну вряд ли что-то можете сделать. На больших числах это будет работать. Я поняла про многофакторный, что это очень сложный вопрос, а вот про моногенные, вот как раз то, о чем я говорила, аутосомно-рецессивная потеря слуха. Вот даже нашли, что у меня аденин заменен на гуанин, в одной аллели это называется. То есть вот это вот уже достаточно серьезная информация, ради которой можно было это делать. А все остальное это пока баловство. Ну не то, что не баловство, еще раз говорю, я никоим образом не умоляю заслуги этих компаний, они сделали какую-то математическую работу, и те цифры, которые приводятся, они правдивы. Но я лишь хочу сказать, что для конкретного человека, и даже для вас как врача, они малоинформативны. Они хороши в эпидемиологическом плане. И, ну наверное, да, еще раз, носительство Берсей важно для вашего будущего. И, то есть таких высокопенетранных, а-ля моногенных заболеваний, которые называются многофакторными, но, наверное, которые вы могли бы распознать, посмотрев свою семейную историю. Носительство моногенных заболеваний вряд ли вы бы, ну как бы, узнали. Оно по популяции дрейфует эти гены, потому что они чаще всего не проявляются, потому что вероятность встретить такого же партнера не очень велика. Вот, поэтому носительство моногенных заболеваний, ну как бы, важный момент. Но вот в данном случае, да, это действительно носительство, это важный медицинский параметр информации. И, наверное, при планировании беременности вы должны учесть, особенно как врач, эту информацию. Хорошо бы понимать, если ваш супруг не носитель, у него нет мутации, то вам нечего вообще абсолютно бояться в этой истории. Понятно. Соответственно, вы потенциально, уже те детишки, которые у вас родились, они тоже могут получить от вас. Соответственно, для них это могло бы быть тоже определенной информацией. И это, я бы не сказал, что это как-то евгениках, но вы предупреждаете людей, вы не хотите... Ну, лично я, ну, я как бы подчиняюсь судьбе, но не хотел бы оказаться в ситуации, когда мне приходится вот так остаться один на один с болезнью, с неизлечимой болезнью у маленького ребятенка, да, который у меня на руках погибает. У меня есть друзья, которые со спинально-мышечной атрофией столкнулись. Это жуткая трагедия. Она ломает семьи, ломает судьбы. Очень непростое это дело. А вот как относиться к этому, это отдельный вопрос. Например, вот в неких очень религиозных общинах иудейских Равин не благословляет вступать в брак, ну, потому что есть так называемые среднеземноморские заболевания, например, болезнь Тайсакса, которая, ну, высока в популяции у евреев. И перед вступлением в брак Равин просит тестирования на эти болезни. И нет благословения, если вы носите этих болезней. Ну, то есть уже так серьезно, да? Высокотехнологично подходят. Ну, это не высокотехнологично, это, вы знаете, горький и опыт сына ошибок трудных. Вот, поэтому и то же самое в любых, более-менее, ну, не то что замкнутых, но поддерживающих идентичность национальных группах, такое может быть. У нас в наших северокавказских республиках тоже есть такие случаи. Поэтому это вопрос вашего отношения дальше к жизни. Как вы бросаете монетку или как-то более осознанно. И, ну, в общем, да, это многослойный культурный вопрос. Егор Париж, ну, вот у нас уже, к сожалению, осталось мало времени. Я хотела очень много других вопросов с вами тоже обсудить. Но вот все-таки так, резюмируя вот эту часть, медицинскую, прикладную, тоже вот хотела процитировать вас, когда вы говорили о том, что вот сейчас генетическая информация, как ящик Пандоры, который открылся, и нужно придумать, что с этим делать. И скоро у нас будет у всех геном на смартфоне для врача. Вот то, что вы сейчас говорили, геном на смартфоне для планирования семьи, когда ты встречаешься со своим партнером и обмениваешься этой информацией. Все-таки вот эта часть, что насколько это близкое наше будущее вот в таком индивидуализированном подходе к вакцинации, к назначению лекарственных препаратов, когда мы с помощью генетики понимаем фармако, вот эту кинетику препаратов, кому такую дозу, кому другую, кому вообще нельзя этот препарат. По диетическим рекомендациям, по образу жизни, по скрининговым мероприятиям. Вот это вот то, что делать мастыктомию или не делать в 30 лет. Насколько, вот как вам кажется, это наше ближайшее будущее? Или это все-таки... Знаете, по-моему, отчасти это наше настоящее. Настоящее. Это уже отчасти настоящее. Ну вот мы с вами обсуждали, фармако-генетика входит в нашу жизнь. Мы знаем, что по некоторым лекарствам, там, розово-статин, условно говоря, вы можете предсказывать дозу. По крови разжижающим тоже есть классические такие формулы, которые достаточно работают. Дальше мы обсуждали с вами таргетную терапию, персонализированную терапию при раке в зависимости от... Какие рецепторы это? Мутационного спектра, ну не только рецепторы, вообще какие пути передачи сигнала внутри клетки нарушены в раковой клетке. От этого зависит лекарство, которое... То есть это уже активно используется. Дальше преконцепционный скрининг. Это тоже сегодняшний день. Неинвазивная пренатальная диагностика, о которой мы не говорили, но это определение генетических аномалий у плода по крови матери на девятой неделе. Когда вы можете предсказывать такие слова... Это прям полный геном тоже? Или только какие-то отдельные заболевания? Так скажем, технически мы можем делать полный геном. Вопрос, зачем? Вы вообще это делаете для того, чтобы предсказать три основные синдрома. Эдвардса, Патау и Дауна. И понятно, что это очень тяжелые и являются показаниями к аборту. А если, допустим, причем это можно делать на девятой неделе. Или вы знаете, что на двенадцатой неделе, до двенадцатой недели можно делать аборт без показаний. Представьте, что там какая-то пара сделала полный геном себе, еще нерожденного ребенка, на девятой неделе. Вы знаете, у него IQ какой-то не очень высокий. И глаза не того цвета. Да, это опять этический вопрос. Давайте мы его убьем. Или там он девочка, а я мальчика хотел. Только пол-то вообще сейчас не проблема, достаточно рано определять. Тоже благодаря вот этим генетическим технологиям. Поэтому здесь масса вопросов этического плана, которые возникают не только при получении информации, но и от доступа к ней, хранению этой информации. Она же по геному, вы как хуже дактилоскопии. То есть эти данные будут ли доступны вашему работодателю, страховщику. Вот вы там чем-то вроде как больны, вот он из этого паспорт скажет, а я вас на работу брать не буду. Или там страховку вам такую залуплю, что будет очень плохо. Есть масса вопросов, которые меняют вообще подход к жизни. Поэтому, конечно же, пока это такие первые тени, которые бросаются на нашу жизнь. Но они достаточно плотно в нее входят. Ну, опять-таки, тот же коронавирус, а вы дельта или омикроном, а какой тип омикрона и прочее, прочее. Это же получается и секвенирование этого генома, да. И действительно, мы сейчас каждый геном можем секвенировать. Поэтому это входит в нашу жизнь. С этим нам придется жить так или иначе дальше. Еще раз я говорю про полупроводники, которые были открыты в 50-е годы, в 40-е годы, а сработали через 50 лет. И это точно будет в нашей жизни, не говоря уже о лекарствах новых. Те же лекарства от спинальной мышечной атрофии, которые есть геноинженерные, они, это результат, ну, отчасти не то, что секвенированный, но результат генетического инженерия. Это вот когда, как раз вот эта технология Криспоркаст, да? Нет, это другая. Это даже не так важно, но вы, условно говоря, доставляете в клетки тот ген, который был мутирован или который не работал. И если вовремя доставить, то вы можете, ну, вернуть человеку нормально. Ну, а дефектный ген все равно надо как-то вырезать? Или он как-то просто вставляется? Нет, 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 он будет существовать. Но если у вас есть неработающее что-то, то, ну, скорее всего, он не будет инактивировать то, что хорошее. А этот ген просто не работает, да? Он не синтезирует что-то? Нет, он синтезируется, но он там, допустим, с мутацией. Он сам не выполняет функции. Его функцию можно восстановить. То есть если у вас рецессивно-доминантная мутация, то есть вот эта мутантная копия все забивает, с этим, конечно, очень сложно. А если у вас аутосомно-рецессивная... То есть только одна аллиль не работает, а вторая работает, да? Да, да, да. То есть когда у вас один мутантный белок может забить и работающий белок. Это плохо. А если у вас два неработающих белка, то тогда вам нужно просто добавить один, и, может быть, все будет хорошо. И на этом основано много различных роногенно-инженерных лекарств. С помощью КРИСП, да, технологии тоже возможно. Вот давайте об этом. Вот самое последнее, о чем я хотела сказать, чтобы тоже наши зрители были в курсе последних событий, что в 2020 году две такие молодые симпатичные женщины получили Нобелевскую премию по химии за вот эту технологию, которая называется КРИСПР-КАС. Я все пыталась понять, прочитать про нее. Оказывается, что это бактерии таким образом защищаются от вирусов. От своих вирусов. И вирусы бактерий называются фаги. Да, и мы научились таким образом редактировать геном, то есть, как я понимаю, вырезать какие-то дефектные гены и вставлять туда нужные нам гены. Во-первых, это пример того, как служение науке, не моде, а науке, может привести к удивительным открытиям. Эти женщины так или иначе занимались действительно иммунитетом бактерий. Понимаете, казалось бы, тема абсолютно не фэшнабл, не модная. И тем не менее, вот так сложилась жизнь, что это стало интересным. То есть, они не придали свой научный интерес и получили Нобелевскую премию. Поэтому важно, интересно то, что тебе интересно. Что заниматься тем, что интересно. И вот действительно они занимались такой штукой. Изучали иммунитет бактерий против фагов. Фаги — это такие вирусы, бактерии. И нашли удивительный механизм, который был применим и к клеткам человека. То есть, они нашли инструмент. Он не обязательно должен вырезать что-то мутантное. Вы можете в целом использовать этот инструмент. Вообще, молекулярные биологи используют его не только для лечения или вырезания мутаций. Это вообще удобный инструмент. Хотя со своими ограничениями и со своими проблемами. Но удобный инструмент для того, чтобы работать с геномом. Легко что-то вырезать, вставить, поменять. Это удобно. И в свою очередь медики и те люди, которые в генной инженерии, в медицине, предлагают использовать этот инструмент для лечения определенного рода болезней. Это уже применяется как-то на практике или это только в лабораториях пока? Я бы так сказал, что много лекарств на основе CRISPR-Cas находятся в стадии клинических испытаний. Много лекарств. В России все это несколько скомканно, поскольку нет такой очень мощной фармацевтической промышленности современной. И достаточно забюрократизировано. Но последние события говорят о том, что мы тоже, наверное, что-то можем сделать в этой области и придумывать такие лекарства. Но в мире буквально как грибы они растут. Отдельные компании финансируются, получают веночинное финансирование. Либо не удаются, либо удаются. Но достаточно много таких примеров. Я в нашей стране тоже читала где-то, что наш ученый Денис Ребриков занимается вот этой технологией в отношении пар как раз глухих. Когда папа и мама глухие, у них получается однозначно глухой ребенок, все эмбрионы с этим дефектным геном. А пара все равно хочет иметь детей. И вот в этом случае, еще на стадии эмбриона, вырезают этот ген глухоты, если я правильно сейчас объясняю, да, и вставляют нормальный ген. И в идеале должен получиться нормальный человечек. Но, как я понимаю, это все опять-таки ограничено. Смотрите, все же не совсем так, не вырезают, но это может быть детали, но они не вырезают, мутантные остаются хорошие, они меняют вот эту одну букву. А, одну букву. Вот, которую у вас, условно говоря, представьте. Вот это можно заменить, такое точечное редактирование, поэтому оно называется технологией редактирования. Потому что, ну вот вы текст редактируете, вот здесь ошибка. То есть это даже не целый ген, а просто одна буква в геноме. Ну да, это одна буква в геноме. Это удивительно какая-то, точная такая, да, это же надо в этом, в огромном. Да, но тем не менее, у этого метода есть ограничения, ведь вы поймите, проблема с редактированием зиготы, а это происходит только на уровне зиготы. То есть это в том, что если вы что-нибудь еще отредактируете, во-первых, вы должны, что ваш инструмент настолько точный. То есть вопросы безопасности. Что он нигде, кроме как в этом месте, не будет резать. И представьте себе, что вы вылечите, не дай бог, ребенка этого от глухоты, но создадите ему онкологические проблемы. Значит, и более того, во всех клетках организма в дальнейшем ту мутацию, которую вы внесете в зиготу, она будет... Присутствует. Она будет воспроизведется. Значит, конечно же, есть проблема с оценкой биобезопасности вашего инструментария, с которым вы работаете. И прежде чем создавать людей, ведь это, как сказать, жизнь человеческая, это же не мышь. Да, человек достиг уровня Господь Бога. А вы создаете детей с заранее заданными свойствами, и от этого зависит их жизнь. А если вы ошиблись, ну, вам нельзя сказать, что, вы знаете, это расходный материал, ну, как бы, они родились уже, да. То есть, наверное, эта технология, как и там, безусловно, ядерный синтез. Не сразу мы сделали атомную станцию, с которой получаем тепло. Была куча экспериментов, которые были неудачны, или же ракеты, которые в космос летают, сколько было, или самолеты, которые разбивались. Конечно же, прогресс идет, его не остановить. Вот это то, о чем я говорила у китайцев, что у них это все более, с точки зрения этики, свободно, и они делают эти эксперименты. Этика не этики, он в тюрьме-то отсидел. Кто? Вот этот ученый, который, да, поэтому свободно, не свободно. Ну, то есть, у нас пока это все запрещено. Я бы так сказал, что в нашей стране существует мораторий и некое общее понимание большей части научного сообщества, что мы не готовы редактировать зиготы для целей медицины, чтобы получать детей. Значит, остаются вопросы о соматическом редактировании, пожалуйста. То есть, соматическое редактирование, когда вы редактируете какие-то клетки уже взрослого человека. Ну, хорошо, вы берете CD34 положительные клетки, такие прогениторные клетки крови, из которых может что-то получиться. Вы их можете редактировать, изменять какие-то там мутации, например, в адреналейкодистрофии, что-нибудь. Обратно этому же человеку, его же клетке, нет проблемы гисосовместимости. Вы инъецируете отредактированные клетки, и, естественно, выполнив определенные работы по биобезопасности, например, перед этим эти клетки вы инъецируете в специальных мышей, которые не испытывают проблем с гисосовместимостью между человеком. Нет барьера, это человек и мышь. И смотрите, будет ли рак у этих мышей. Если эти клетки не дают на мышах рак, значит, ну, как бы первую часть вы прошли. Вы смотрите, как бы, свои, так называемые, off-target. То есть, какие места вне вашего целевого места подверглись редактированию. Если все вот эти, вы прошли пути, то да, вы инъецируете эти клетки в этого же пациента, и у него существенное облегчение симптомов. То есть вы, и это называется соматическое редактирование, потому что вы отредактировали, ну, какой-то сабсет небольшой, популяция клеток. В общем, и это уже активно применяется. Да, это применяется. А вот все же редактирование зигот, это не то, что мнение только русских ученых. Вообще есть мнение мирового сообщества, что сейчас мы не готовы редактировать зиготы для создания людей. Эта технология не готова для этого. И любые попытки использовать ее в пациентских ассоциациях являются некой спекуляцией. И я думаю, что должны быть пресекаться на уровне именно даже не государства, а профессионального сообщества. То есть должна быть такая этика, чтобы это было запрещено на этом этапе. И это не значит, что всегда будет запрещено. Но вы покажите мне протоколы испытаний, что это будет безопасно. Что нет никакой гарантии, что эти дети не умрут от чего-то другого. С китайскими детьми проблема в том, что ту мутацию, которую предлагалось вылечить, ну, как бы вылечить, а изменить в CCR5 рецепторе, она действительно присутствует у людей в Скандинавии, у русских поморов. И они, условно говоря, устойчивы к ВИЧ. Но эти люди прожили на севере нескольких тысяч лет, потому что CCR5 рецептор вовлечен в иммунный ответ не только ВИЧа, а вообще есть некая часть иммунной системы. Соответственно, с этой мутацией люди, жившие там, они каким-то образом иммунной системы приспособились. В каких-то других местах иммунитета. Что-то она подтянула, где-то там она придумала комбинсаторные механизмы. А в этих китайцах бедных вы вносите эту мутацию, у которых нет этих комбинсаторных механизмов. Они не заболеют ВИЧом, но они зато... Но они могут умереть от гриппа, да, условно говоря. Я еще раз говорю, что вы должны это все продумывать и дальше договориться об офф-таргетах. Существуют ли офф-таргеты, какие они. И вы не можете на этой же зиготе доказать, что этих офф-таргетов нет, потому что вы ее должны использовать для подсадки в матку. Поэтому есть вопросы, о которых нужно думать и всегда оставаться людьми. Ученые, я же и говорю, что ученые ему нужно попробовать. А что если? А врач, он говорит, ну а что же будет с этими детьми? Поэтому создание вот такого человека, который бы и обладал неким аналитическим мышлением, некой широтой взгляда в естественных науках, в понимании хотя бы принципов физики, математики, статистики, и, с другой стороны, понимал бы в современной медицине, в этом их не нужно много. Если бы каждый был доктором-хаусом в районной поликлинике, была бы тоже беда полная, потому что есть вещи, которые не требуют такого глубокого погружения и целой исследовательской работы по кашлю, когда вы пришли к нему с температурой и кашлем. Но такие люди в целом должны существовать, как вот изюм в хлебе. Егор Борисович, в общем, мы поняли, что генетика — это невероятно интересная наука, что она пока очень активно развивается в практике, мы ее очень широко пока использовать не можем, но должны стремиться, во-первых, образовываться, получать самую последнюю информацию. И самое главное, что я хотела сказать, мы очень рады, что сейчас нашими образовательными учреждениями, факультетами руководят вот такие энтузиасты, как вы. И я думаю, что действительно через 5-10 лет мы получим совершенно новое поколение врачей, которые знакомы с биоинженерией, биотехнологией, генетикой, молекулярной биологией. И будем надеяться, что наша медицина, она выйдет вообще на качественно новый уровень, но при этом все этические нормы будут соблюдены, и мы не вернемся к науке Евгеника. Вот, Егор Борисович, скажите, пожалуйста, какие-то заключительные слова для наших зрителей. Я вижу, что много вопросов, но мы уже, к сожалению, очень сильно выбились из современных рамок, поэтому мы, наверное, ответим письменно на ваши вопросы в чате, да, Егор Борисович? Конечно. Ну, я, во-первых, благодарю вас, Валерия, за приглашение. Я еще раз говорю, я ни разу не врач, все же никаким образом не врач. Мне очень интересно взаимодействовать с врачами. И все же хочу сказать, что мы все вместе создаем ту атмосферу научную, медицинскую, в которой мы существуем. Мы, ученые, живем по законам, которые сдает общество, а врачи — это часть общества, поэтому мы делаем то, что нам позволено. Я еще раз призываю вас, ну, есть какие-то книжки интересные, такие очень легкие, об этом почитать. И вы говорили два слова про образование. Мне кажется, что это должно быть со школы. Вот такая простая генетика должна быть со школы, там, в 10-м классе, чтобы ребята представляли, о чем это. Это есть некое просто общее развитие кругозора и понимание, как устроена жизнь. А жизнь — это самое интересное. Очень интересно. Да, спасибо. Большое спасибо всем за внимание. До новых встреч, до свидания. Всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok